На въезде, друзья, в Мариуполь, если ехать от нас, от Ростова, есть участный сектор. Я хотел бы вам просто показать о том, как выглядят частные дома, в которые пришла война. Нас многие не понимают того, что если бы это было на нашей территории, то было бы все гораздо больнее. Очень хочется, чтобы фашизм не поднимал голову. Надеюсь, что я выживу после этого прогулочки, так сказать. Можете увидеть, насколько металл просто разрывами мин, которые разрывались на дорогах, посечен. То есть, повыбиты все стекла, окна. И те люди, которые могли здесь находиться, они, конечно же, ни в коем мере бы не выжили. Дом просто разрушается, кирпичный, причем, видите, плотный довольно-таки застройки. Очень надеюсь, что ни на что здесь не наступлю. Можете увидеть, как здесь посекло дом осколками. А здесь, в этом доме, не осталось совершенно ничего пригодного для жилья. Я думаю, тут, в принципе, уже мародеры-то растащили то, что можно было. Хотя хочется верить, что все-таки людей здравомыслящих гораздо больше. Потому что, может быть, у дома есть хозяева, и кто-то еще вернется, будет восстановить. В общем, видите, дома с газом. Жуть. Просто картинки. То, что осталось от огромного дома на въезде. Представляете, насколько это было ценно, так сказать, домик. Здесь вот еще один поменьше. Трубы все перебиты. Здесь пролезть, это на самом деле довольно-таки нелегко сделать. Посмотрите, что произошло с дверью. Жить. Просто жить. Война не щадит ничего и никого. Здесь был пожар. Тоже осколки на стенах. Видите? Все посечено. Кровь не осталась. Ну, собственно, и внутри самого дома ничего уже не будет. Тут кухонька была, ведь котел стоит, который также уничтожен. Видите? Вот перевернутая машина валяется во дворе. Какой же это просто ужас, если к вам приходит война. Ну, здесь, в принципе, та же самая история. Все посечено. Сколько людей собирали себе этот скарп, и он за какие-то мгновения превратился просто в труху. К большому сожалению. Дай бог всем мирного неба, чтобы война никому никогда в дома не приходила. И чтобы фашизм никогда не поднимал голову. Жутко просто это все видеть. Эти все кадры кажутся какими-то сюрреалистичными. Потому что вроде бы живем в 21 веке, а наблюдаем такую вот ужасную картину разрушенных домов. И разрушенных именно от войны. Дорогие друзья, посмотрите. Все уничтожено. Посечено осколками, как я вам показывал вначале. Давайте попробуем обойти немножко его за этот дом. Вот, смотрите, здесь еще люди. Огромное количество вещей. Даже еще домашний запах. В доме, в принципе, остался. Вещи все никому не нужны. Сколько было все в это вложено. Все брошено, оставлено. Люди спасают от войны. С собой, как говорится, ничего не унесли. Даже украшения эти новогодние имеются. Разнообразная техника, центры, вентиляторы. Все. Будете забирать. Хочешь, только сердце не трогай. И так здесь можете увидеть, так же все посечено осколками. Так практически каждый дом. Следующий, та же самая история, дорогие друзья. Вот такая вот большущая беда пришла. К большому сожалению к людям. Ой. Ну, повторяйте. Фашизм никого не щадит. Это самое страшное, что может происходить. Жить так же, что если дорога посечена осколками, по ней ехать очень-очень тяжело.